Сейчас девочка прошла. По-моему, это Олина дочка. Мы у них всегда переобувались, как ее фамилия, на казачьей живет. Мы переходили у нее, переобувались всегда. По-моему, это лица не увидела, увидела заду ее походка. Видно, она с ногами ходит. Она кончила, я забыла, читала в газете. По-моему, журналист. Журналистом работает. На хорошем, вроде, счету. Инвалидка у нее наша с ногами. И вот по походке похоже, что она. Улица Ленина, Брюховецкая. Ну вот, мы тебе и говорили, что тут, а это Ленина идет. А я что-то читал Ленина. А та какая тогда? Уже говорил же, я забыла. Ты сам называл ее. Люд, сейчас вот там попробую, будет места нет припарковаться. Эти газетки, штуки. Вот тут был киоск. Вон он, он есть. Есть. Он и есть. Он и есть. Так что, Люд, у нас газетки еще можно купить. Даже квас вот продается. Да. В ларечке. Можно попробовать. Бежи. Ох, нифига себе. Падают эти, каштаны падают. А? Каштан сейчас, бубух упал. А, упал каштан. Ага. А у нас все в городе закрыли эти газеты. Вообще не продают теперь газеты. Все позакрыли. Интересно, почему? Не знаю. Наверное, чтобы выписывали. Никто не читает. Не, ну выписать, да, через почту можно. Я мало покупаю. Через почту можно, да. Через почту. Выписать на полгода, потом еще полгода. У нас с баклажан будет закрутки делать. Целый пакет набрала. О, не купила, нету. Надо было вчера подъехать. Вчера Люда в одном месте купила. Что, нету, да? Нет, это тот, который я вчера. Так, сейчас в ДНС, где тут ДНС? Вот тут где-то был, да? Сейчас в ДНС нырнем. А потом... Ну сразу в пятерку давай зайду сметану. Ага. Ага. Тебе пятерка, да, прям? Пятерочка. Больше ничего не надо? Да не знаю. Мы на море поедем или нет? Сегодня? Да. Ну один день, да? Ну, один днем. Поедем? Ну, дома же занимайся, да, делай дома уже, ладно. Ну, а дома сейчас должно высохнуть, чтобы дальше что-то делать. Единственное, что линолеум кинуть. А линолеум кидать пока не покрасишь. Конечно. Надо сверху покрасить. А красить сегодня оно сыро. Еще рано, рано. Надо, чтобы высохло. Ну, давай, поехали. Смотаемся. Только, конечно, хотелось и Галю проведать, что я его. Но у них там далеко и кешет. Мы мимо них. Мы мимо них будем ехать. А, мимо. Да. Ну, понятно. Ну, бежите. Смотри, ехать. Дороги, пора, пока вы. Дороги, уже две девочки. Пошло, да. Идут все сюда заглядывают. Сейчас мы стоим в пятерочке и на кассе. Люда расплачивает. Ну, и я рядышком. И за скидочную карту там это. Она говорит, ну, я вам сделала скидку. Как же, говорит, червленчиком не сделать скидку? Вот он. Игрю. Кто там такая чудная? Люда, а вы что, знаете? Конечно, знаем. Знаем, кому вы приехали. Ага. А на лицо я еще так глянул, это, похоже на Кульчукову. Думаю, как может быть Кульчукова здесь? Она ж не, ну, в Батуринской там это. Нет, в Переясловской. Таня Кульчукова. Вот, это Таня Кульчукова. Это ее сестра в Переясловской. А та, Гала Кульчукова, она в Кореновке сейчас. А, в Кореновке. Да. А ты ей звонила, да, как-то? Да, да, звонила. У тебя есть телефон? Угу. Вот она в пятерочке работает. Ой, ну да, в пятерочке. Подожди, в пятерочке, в агрокомплексе. А, в агрокомплексе? Вы в агрокомплекс ходили? Да, в пятерочку, а потом в агрокомплекс. А тут как-то ты назвал, да, говорит, Галя, как-то назвал. Люда вот так, говорит, ходим, и это, а нас тут знают. Ну да, она ж на похоронах была у Сережи, а я ж не помню ее. Ну, я и не разглядывала, не видела. Была, ну, были у нас у нас у Сережи с мужем, Ракошем. Ракошем на Галя работала, умерла. Когда я звонила, говорит, вот скоро 40 дней будет. Галя выбрала, ага, умерла, умерла. Она медсестрой была, с Чернышевым вместе ходили. Детский патронажный медсестра. У каждого свой участок. И по какому она участку там работала, не знаю. Агафомыча, муж Вова, житель сына. Агафомыча, Валентина Агафомыча. На лицо не буду помнить. Болный такой, голный мужчина был. У них тоже два сына. Вот я же говорю, какое у нас совпадение. Вот у Чернышевых Вова-Сережа. У Гали тоже Вова-Сережа. И у нас Вова-Сережа. И мы как-то скрестились. А Рагужин, Валентина, они с отцом дружили. Даже все работали вместе. Он инженер. Работал инженером. Как-то вместе совпали. И вот и по детям совпадение названия. А мама ее, Таня Рогожина, живет в Батуринске. В этой, в Галином домике. Домик, как я говорю, напротив пятерочки прям живет. Это Таня Рогожина сказала, когда я звонила. Так, для инвалидов. Ну я что? Ты на инвалидов с тобой? Да. Я как кину, Пашки. Где инвалид? Я инвалид! Ладно. Быстро. А вот отъезжает один. Или ладно, быстро шашусь. Смотри, что-то она охрана. Не поняла кого-то. Люда, ведро купила тебе. А-а-а, под мусор. Да вы же его не поставите под мусор. Скажете, новое хоронить положить. Конечно, жалко. Ну вот. Я тут склею. Я уже выкинула его. А я найду. А, на мусорку? Да, я уже вынесла его сюда туда. А, уже вынесли. Его увезли уже с мусора. Уже увезли. Вот печет на солнце. Аж вот тут и ноги. Прямо как плитой ждет. Не выкинула. Будем локсоваться. А я чего больше, когда этой Тане звонила. Насчет матери. Я с ее матерью разговариваю. Они с Любой же подруги были. Дружили. И вот не знаю, они одногодки или погодки с нею. То есть, мне страшно, помладше. Но они с Любой. Если что, Валя. И она, вот они трое дружили. С ихней улицей тоже в соседе. Вместе ходили на танцы, в клуб. И Валя заговаривается, оказывается. Я знаю, что она в Атуринской живет. Ну, если я разговариваю, то я ей позвонила. Просто узнать, как у нее дела. Она говорит, ой, я себе, сама себе болячки наживаю. Живаю. Живаю, что такое. Упала. Решила занавески, постирала. И повесить надо было. И на табуретке встала. На табуретке. И там ножка сломалась, и она упала. И предплечье сломала руку. И вот лежала в больнице. Потом вот Таня забирала к себе. Она у нее. Мы говорили, говорили с ней. И потом говорю, ну ты же в Атуринской живет. Нет, нет, я не в Атуринской. Я говорю, как же не в Атуринской. Я знаю, что в Атуринской и знала, что в Галином домике живет. В хатке домик. Она, нет, нет, я от Сережи недалеко, это Толика, от сына Толик, живет в Тимашевске. Я забыла, как называется, но я недалеко от Толика, с Тимашевска. И я не поняла. Потом я поэтому позвонила Тане. Думаю, может, она тут продала, переехали туда что-либо. Толик близко тут ему. Толик близко от меня. Ну и все, мы у Зины этой грибчихи сидели за столом, поминали вместе. Они напротив, ее сын Толик, сынаха и девочка небольшая у них, маленькая была. И они вот это сидели напротив. Она садовала Люба со мною, Даня с Сережей туда. Дальше сидели, это противоположная тоже. Ну и, короче, вот это я спрашиваю за Валю. Говорю, что она переехала, она жила. Где сейчас она живет? Батурино. Я говорю, а я ей говорю, она говорит, нет, я не Батурино. Она стала заговариваться. Заговаривается и забывает. Ну, что-то я еще спрашивала, и Валя сама сказала, ой, я забываю. Стала забывать много. Ну, и мне Таня говорит, что она и забывается сейчас. И это. Живет в Батурино в Галином доме. Я говорю, вспомни, что она в Галином домике. И говорит, напротив прям этой пятерочки. Прям напротив пятерочки живет. Ну, говорю, как будет, мы, может, проедем. Она еще, Валя говорит, будете тут, заезжайте. Вы, наверное, мимо ездите, заезжайте, я тут близко. Мне кажется, она там в Батурино решила. Так, ничего, я пошел. Что тебе надо? А что это такое, кронштейн? На телевизор к стене крепить поворотный кронштейн, чтобы можно было повернуть в какую-то удобную сторону. Что за машина у нее такая крутая? Тоже крутая машина. А, что, китайская это, джели. Китайская. А выглядит прям... Ну, сейчас китайский тоже купил фрук. Ой. 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 Это фура. Он сейчас на переезд едет, да? Угу. Вот еще один. Как не развернется. Надо обогнать его. Не обогнаться. срежу интересно где ее дом точно не знаю улица казачья сейчас выезжаем ехали по толстому так он летит успеешь успели его еще нету еще нет слушаем шум прямо вообще поехал нож прямо поехал да вот скорее всего прямо поехал что она занята лились потом шест а и 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 Прямо рядом? Да. А жена выгруповала с тобой доработала. Таня, Таня. Мой зовут Таня. Фамилию забыл. Прямо в соседях? Ну да, сбоку, сзади, сзади. Я не знаю. Сзади, говорит, да, работала. Сзади у него лесопосадка, как сзади. Ну, где сзади, сбоку, вот сюда, сбоку. Туда дальше, да? Ну, конечно, это рядом считается. Рядом с ним. Да. Как вот, да, вот, рядышком. Так и у него. Напротив, я знаю, напротив, наискосок, чайка. Это наискосок чайка. Это рядом с ним. Он тоже камазистом был. Что-нибудь? Видите ли, что? Забыла я фамилию. Вспоминала я, помнила фамилию. Жену Таня зовут. Не помню. Да, камазистом был. Тоже работал. И, по-моему, он и сейчас на камазе работает. Сейчас это. Иногда камаз стоит. Печорского и у него. И спешит, я думаю, мальчишка. Чай же это. Мишка. Вот сколько лесовской тыквы. Тоже маленький телевизор. Ага. Типа как у нас. Так, а что, не забрали мусор, что ли? Нет, мусора нет. А телевизор не взяли. А, вот это. Тут трое детей. Ой, вот это. Когда мы ехали, она навстречу и шла с детьми. Коляски катила. И переди пацаны шумы. Это значит, ее пацан. Трое детей. Дима на обед приехал, да? Ну да. Надо персиков пособирать. С собой, что ли? На море хоть взять. Да, можно взять с собой. Дима на обед приезжает. Сколько еще времени? Слушай, а что у тебя дует? Кондиционер. Ну я окна позакрыл. Пыль, чтобы. По гравейке едешь и пыль заходит. А я и не заметила, что ты окна закрыла. Сейчас на многое дует. Время хотела, не вижу. У меня не видать. О, второй час уже. Прибыли. Это астраханское время. Астраханское, значит, 12. Первый час.